Доброе утро, доброе утро мои дорогие! Вот такое хмуренькое утро, эти птички летают. Сегодня воскресенье. Сегодня не было заморозка, 3 градуса тепла с утра. Ну так, что мяу? Уже набегался, нагулялся. Холодно, да? Домой хочется? Да? Ой, сегодня у меня задача съездить сейчас, снять денег, заплатить за свет. Дождя б только не было. Так-то ладно. Разрывается собака, прямо разрывается. Там такой пёс огромный, страшный. Ну ладно. Маська, Маська. Что там такое? Кто там лает так? Кто там так страшно лает? Что? Что? Звуки всякие. Ох, звуки какие. Так, ну ладно, надо кофейку попить и ехать в город. Потому что правление работает до двух часов. Надо успеть. Время уже почти десять. Ой, я уж с утра уже делаю, делаю. Сейчас вам покажу. Это мой завтрак. Так, а что я сделала? Сейчас вам покажу. Вот. Делала вчера бусы Ларисе. И вот в этом пакетике, ну, что ты не фокусируешься. Вот в этом пакетике с ящерками обнаружила две ящерки с обломанными колечками. Думаю, так, что делать? Думаю, надо сделать из них серьги. Вот нашла у меня, были такие две бусины под янтарь. Это не янтарь, конечно. Под янтарь. Но зато, знаете, они легкие. Уши не оттягивают очень хорошо. Вот. Приклеила этих ящерок. Они такие медные. Вот, нашла. Две швензы медные. Вообще, конечно, очень сложно найти швензы медного цвета. Надо искать будет. В Питер поеду, надо искать. Или на Алиэкспресс заказать из Питера. Вот. Но факт тот, что вот такие у меня получились серьги. Вообще, что-то в последнее время у меня много уже такого типа серёг. И со слонами я делала, и вот с этими леопардами. Ну, так вот получается. Вот, потом ещё нашла вот такие вот серьги. Это я покупала когда-то в Болгарии. Лет восемь, наверное, прошло. Вот. И я не знаю, почему они у меня лежат без швенз. Вот я поставила швензы на них. Вообще, у меня вот такой комплект есть. Кольцо есть такое с гелиотисом. Я думаю, может, разыграть их к лету девочкам. Сейчас надо будет поискать и подумать. Что ты измурлыкался весь, прибежал? Есть хочешь? Сейчас я тебя покормлю. Сейчас, мой хороший. Ну, вот эти мне прям особенно понравились. Прям какие-то такие. Эй-эй-эй! Ну, ладно, надо ехать в город. Ну, всё, съездила. Черноморск, денег сняла. Покушать купила. Сейчас вот пойду за свет заплачу. И буду заниматься своими делами. Вот, ёлка растёт. Вот, ёлка растёт. Ну, ей повезло. Она тут, видно, в тени росла вот этих деревьев. И выросла. А так тут ёлок большая редкость. Ну, всё, можно со спокойной совестью идти заниматься своими делами. Вот, хочу вам показать, может быть, может быть, есть люди, которые не видели такого. Вот в таких вот, я даже не знаю, как это назвать, зимуют пчёлы. Вот у них там эти ящики такие разного цвета. Они цвет различают, они различают рисунки. Вот они там зимуют. Их на лето вывозят куда-то, где больше мёда собирается. А на зиму вот ставят. Вот так. Причём я сама... Ой, это давно дело было, 15 лет назад. У нас друзья были в Курчатове, мы к ним ездили. И вот там Серёжа держал пчёл. И у него, я так поразилась, я сама-то никогда к этому не касалась. Я так поразилась. У него там, где кружочки нарисованы, где треугольники. Я говорю, что, и они понимают? Он говорит, да, она в чужой не пойдёт домик, не полетит. Вот в свой. Обалдеть. Надо же. Ой, мне кажется, мы столько-то не знаем про животных, про насекомых. Так что вот так вот зимуют. Я говорю, мало ли, может, кто и не видел такого. Вот, видите, что значит на улице холодно. Вот он лежит. Играл, играл, играл. Опять натащил мусор у какого-то мелкого. Дербанил тут. Это мелкие крошка от пенопласта. У меня такая штучка стояла, и в ней были воткнуты на зубочистках бусины, которые нужно покрасить. Он допрыгнул, сшиб всё это дело на пол. Я слышу такой неприятный звук, знаете, вот это шуршание пенопласта-то. Смотрю, мам, дорогая. Ой, вот опять надо убирать. А он что, наигрался? И он под стулом валяется. Тепло тебе, девица, тепло тебе, красное. Ой, господи. Выбегал на улицу, гулял. Я даже про него забыла, закрыла дверь. Потом смотрю, где у меня кот-то. Вышла на улицу, бежит. Бегом. И вот второй день не лазит под крышу. Ну, холодно видно ему. Он, наверное, всё-таки понимает головой, что залезет, опять будет орать там. Так что дома лучше, теплее. Вот так что весь пол теперь у меня в мелких-мелких пенопластинах. Ой, господи. Чем бы дитя не тешилось. Спит хоть бы что. И ухом не ведёт. А я вот сижу, доделываю. Вот у меня осталась ещё подвеска с гранатами. И вот бусинки последние. Вот эта мелкая-мелкая крошка гранатовая. И бусины вот эти вот из стекла, из гранатого. Думаю, уже надо доделать. Уже закончить эту эпопею. Это у меня получается уже какое-то третье, что ли, украшение с гранатом. Сделать уже и всё, чтобы уже это у меня не валялось. Ну вот. И надо будет... Лариса Артамонова ещё просила сделать одно украшение. Вот сейчас с ней созвонюсь. Узнаю, из чего сделать. Ну и буду дальше делать. Время пролетает просто. Четвёртый час. Вот сейчас смотрела Любашу в саранчу. Ой, как хорошо. Снежочек прям. Ну, пусть немного, но снежочек беленько. А у нас идёт мерзкий мелкий дождь. Ни красоты, ни радости. О, понёс. Понёс. Ну что ж, доделала я чокер. 50 сантиметров он длиной. Ну, все, что были у меня, бусины. Всё я сюда пустила. Потом покажу на манекене вам. И начала делать Ларисе. Ей очень хотелось с ящерками. Вот. Сделаем вот такие вот. С ящерками ей. Время уже ночь. Я вот только доделала Ларисе с ящерками. Украшения. Уже спать пора. Вот. Ну, ладно. Завтра покажу вам на манекене. Сделала вот такую вот прелесть нежненькую. Ну, они такие тоненькие. С ними так аккуратно надо. Они, видите, они прям прозрачные. Вот сюда бы швензы какие-нибудь понежней. Нет, у меня понежней. Я сначала всё хотела какие-нибудь камни сюда пристроить. Но вот что только не пробовала, очень грубо всё смотрится. Уж очень они прям такие лапочки. Решила всё-таки без камней сделать на швензы. Ну, простые вот эти тоненькие же. Не будешь крючки обыкновенные сюда сажать. Ну, тоненькие. А других понежней нет. Ну, ничего. Они на ухе нормально смотрятся. Ещё у меня один листик остался. Можно его куда-нибудь вместо кулончика повесить. Может быть, просто на цепочку. Сейчас попробую. Ну, вот и всё. Ой, мне прям самой нравится. Ну, такая нежность прям. Невесомая нежность. Ну, разве не красота? Красота. Красота. Ночи давайте, мои дорогие, прощаться с вами до завтра. Заката сегодня никакого не было. шёл дождик мерзкий. Поэтому никакой красоты не будет. Давайте, мои золотые, не болейте. Спасибо огромное всем за комментарии к видео, что у меня тысяча видео. Спасибо, девочки мои дорогие. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ради вас и стараюсь. Понимаете? У меня... Я просыпаюсь утром и понимаю, что мне что-то нужно снять, что-то сделать, что-то снять и вам показать. Спасибо, мои дорогие, за то, что вы у меня есть. Спасибо, девочки и мальчики. Спасибо. Ну и пока-пока. Надеюсь, до завтра.